Осталось 8 дней. Мы продолжаем в ежедневном формате следить за строительством Чувашского кадетского корпуса. Сколько времени надо на то, чтобы положить квадратный метр брусчатки и какова технология посева газона в репортаже Ольги Пырочкиной. Место встречи изменить нельзя. Во всяком случае, до завершения строительства кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочтова. Без 10,7 – ежедневная планерка. Вопросов еще много, однако к сегодняшнему дню кадетский корпус стал действительно похож на школу. В учебных классах заканчивают класть линолеум, расставляют мебель. С кадетским корпусом нас связывает плодотворная работа в течение многих лет. Мы проводим очень много мероприятий с ними. Около 31 кадета занимается у нас в ДОСАВ в морском клубе «Юный патриот». И вот, когда мы видим, в каких условиях им приходилось учиться, и сравниваем с новым зданием, мы всегда радуемся за Чувашский кадетский корпус, что им, наконец, так повезло. Завершается работа над входной группой. Задача, которую Михаил Игнатьев поставил вчера – приступить к укладке брусчатки перед входом, выполнена. А можно я тоже попробую? То есть я беру, да? Куда мне класть? Связка должна быть. Связка. То есть вот так вот? Да, да, да. Ага, вот так. Я, значит, кладу, да, плотненько? Да. Так, и чем? Стучу? Да, чуть-чуть потом будет. Так, ну меня как-то плохо притомбровалось. Смотрите, сколько вы можете, вот, не знаю, за час квадратных метров такой вот положить в брусчатке? Ну, квадратный метр, там, минут 10. Минут 10 квадратный метр, ничего себе. То есть это значит, что вот всю площадку перед входом, в принципе, за сегодняшний день бригада успеет сделать? Ну, будем стараться. Еще из новостей благоустройство. По сравнению со вчерашним днем на всех будущих зеленых участках парка уложили торф. Сначала это планировку делаем, нам техник помогает. Да, в смысле, чтобы ровно было? Да, ровно, чтобы было. Потом уже сверху землей посыпаем, чтобы еще ровнее было, чтобы этой глины ничего не было. Потом же семенами. А сверху семена уже торф посыпаем все. Это торф у вас? Это торф, да. Через сколько примерно трава может прорасти? Через 10 дней обычно она должна взойти, да. То есть к первому сентября зеленые зоны будущего парка должны стать по-настоящему зелеными. Оп! Ой! Главное, чтобы не на брусчатку, да, попадало? Да, да. Так, ну что ж, плитку я сегодня уже попробовала класть, брусчатку, теперь попробую посеять травы. Что-то у меня как-то побольше, вот так. Трава теперь вырастет сама, в отличие от других строительных процессов. Так что впереди еще 8 напряженных дней. А если понадобится, и ночей тоже. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...